Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья, с вами Чинацкий, и мы с вами продолжаем играть в замечательную игру под названием Swords and Soldiers 2, Савер Магеддон. Друзья, прямо сейчас у вас на экранах топ-комментарий из предыдущего видео, и если вы хотите попасть в следующую подборку, не забываем оставлять свой царский лайк и писать, конечно же, комментарий. Друзья, ну а мы с вами, пожалуй, продолжим, не забываем, конечно же, что 100 лайков на выход следующей серии, поэтому оцените ролик вот прямо вот сейчас. Так, погнали, что у нас тут? Стоять, мы расследуем ограбление, которое произошло в нашей секретной печере с сокровищами, полицейский говорит... Ха, смотрите, у него мигалка на тюрбане или на шапке, как это назвать? Секретный? Да вот же она, прямо на карте, реально, вот. Прям, кстати, тут викинговые какие-то бороды, головы, странно. Кстати, мы одолели этих стражников в бою, все по-честному, сокровище теперь наше. Ну, викингов всегда так все просто. Даже не станете ничего отрицать? Вы арестованы! Е-е-е, погнали, погнали. Так, и у нас мы перед боем теперь можем выбрать, что мы можем взять. Так, ну давайте сначала... А, ну мы, в принципе, у нас пока ничего особо не открыто, поэтому мы можем взять абсолютно все. Ладно, погнали, погнали, посмотрим, что будет дальше. Сразу же отправляем нашу воительницу сюда, пускай забирает золото. А мы тем временем сделаем парочку викингов, берсерков, точнее, правильно сказать, и одного мета... А, давайте лучше три берсерка и двух метателей топора. Мне кажется, это самый топовый вариант. Все, наша орда такая потихонечку теперь топает сюда наверх, пойдем через верхнюю линию, посмотрим, что у нас будет там. Единственное, что у нас как-то золота маловато, ребят. Золото-то реально... О, сразу трое, нифига себе. Так, давайте сразу ударим молнией в одного. Ай, а почему ты... Блин, я случайно нажал не туда, и он пошел через верхнюю линию, точнее, через нижнюю наоборот. Блин, это не очень удобно, на самом деле, один там пошел вниз, все остальные наверх, ну да... О, смотрите. Собираем сразу же, сразу же собираем, потому что нам обязательно, чтобы золото было всегда. Так, ну нижняя линия, кстати, вообще не защищена, мы просто пошли сразу сюда. Сбор получено, идем, собираем дальше. Вот еще один сбор, кстати, смотрите. О, блин, бедная овечка, что с ней произошло, интересно. Так, а тут ослик. Тут ослик, кстати, давайте руну маны мы поставим сразу же сюда, через низ. Странно, что здесь ослик делает, почему именно ослик играет за персов? Ну да ладно, для нас это не особо важно. И давайте сразу поставим еще одну руну, по-моему, вот сюда ее можно. Все, кайф. Кайф, и сразу, ребят, давайте соберем все вещи, как... Так, давайте, собирай, собирай, собирай. Быстрей, 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 потому что у нас с вами... О, а мы потихонечку начинаем уже разваливать даже... Блин, а че так... Че так изи? Че так изи? Я че-то не понял. Так, сразу давайте немножко... Все. Блин, это... Похоже, сокровище все-таки наше. Как и эта лампа. Хотя она не такая уж уродливая. Лампа у вас? Немедленно отдайте ее! Эй, попрошу следить за языком. Уродливая лампа или нет, мы ее вам не отдадим. Все, виктори. Блин, вообще спокойно зачистили. Без каких-либо проблем. Продолжаем. Блин, это было очень просто. Так, а че у нас тут? Че у нас тут? Едем дальше за викингов. Что у нас в... А, а тут мы можем что-то сделать? Нет. Задать стрепку чернобороду. Новое задание. Эта лампа кажется весьма дорогой древней штуковинкой. Может, это та самая загадочная лампа, которую мы видели раньше? Впрочем, Ольга посчитала, что она не вписывается в великолепный интерьер лодки. Поэтому послала берсерка Арни отнести лампу в подарок Ярлу Дедуле. Ярл Дедуля? Это... Че вообще такое? В Скайриме... Откуда это взялся? Пока Арни в дороге с лампой, я могу снова заняться делом. Я иду за тобой, чернобород. Вах-вах, боюсь-боюсь. Давай нападай, варвар. А знаешь, я и нападу. И положу конец твоему женовор... женоворовству. Фу, ну конечно. Давай уже сюда своих бойцов. Ха, тебя ждет большой сюрприз. Мы недавно добыли кучу золота. Так, а где наше золото? Эм, рыжебород. Ты забыл, что мы все потратили на крутые железки для барбекю? Не волнуйся, я добуду золото на том руднике. Ага, смотрите, у нас теперь наша... Как ее зовут? Так, золотой рудник. Работники автоматически собирают золото с любого золотого рудника. Шесть работников. Хорошо. Ольга. Ольга у нас работает. Давайте мы ее сразу, кстати, отправим сюда, потому что у нас тут уже достаточно много золота сразу валяется. Это намного более выгодно. Так, все. Когда накоплю золото, смогу тренировать бойца. Ох, блин, смотрите, как она тащит сразу три слитка золота огромных. Класс. Меню улучшений. Так, открываем. Ага, и мы можем тренировать бойцов здесь. Ребят, давайте сразу натренируем метателей и берсерков, потому что это самое важное у нас. Пора высылать бойцов. Хорошо, погнали. Сразу двух, даже трех берсерков я бы создал. И давайте несколько еще Ольг сделаем. Я не знаю, правда, почему у нас столько Ольг. Может, надеюсь, ты прихватился ветерок, Рыжий Бород. Я заставлю тебя дрожать. Пока я буду делать столько Ольг, ребят, чтобы у нас с вами было много золота. Для нас самое важное, чтобы сейчас золото было по... Черноборот прячется за башнями. Уничтожьте их. Снесем все на нашем пути. Так, ладно, три пока берсерка хватит, я так думаю. Пока делаем просто побольше Ольг, чтобы они носили нам золото, ребят. Так, три берсерка пошли в дело. Слушайте, а я смогу сейчас? Нет, еще не могу, там надо больше золота для этого. Капец, кстати, нифига себе. Довольно жесткая, жесткая башенка. Ладно, мы ее сейчас несем, и дальше уже нам она не будет мешать. Контрольная точка достигнута. Эй, башни так просто с неба не падают, знаете ли. Ха-ха, я знаю. Смотри и учись. Охранная башня. Защитная башня, в которой может находиться один дальнобойный воин. Так, то есть мы теперь можем еще и башни строить. Это, конечно, здорово. Так, давайте мы золото соберем. Охранная башня. Ну, не знаю, давайте мы ее поставим сюда прям, если вдруг кто-то отправится к нам. Хотя, на самом деле, я не знаю, нужно ли нам это, потому что мы так и так все равно победим, мне кажется. Ну да ладно, пригодится, пригодится, если что. Так, молнию тоже выучим. У нас манна же потихонечку будет. Эй, так, только чтобы никто не своровал, главное. Так, отправим нескольких борцов. Блин, сейчас вот она может... Блин, 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 все, отмена, 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 отмена. Все, иди обратно. К сожалению, для нас это может быть опасным слишком. Так, сюда мы ударим молнией. И этого мы, в принципе, вынесем довольно быстро, мне так кажется. Она как раз таки сейчас заберет золото. Слушайте, ну, я вижу, что все стало чуть-чуть сложнее. Теперь надо будет уже больше думать, что мы можем изучить. Изучить пока ничего не можем, и для Хельги мне нужно больше золота. Так, давайте сюда сразу ударим молнией. И, в принципе, блин, ну надо теперь ждать, просто ждать, пока... Кстати, вот еще золото упало, надо его будет тоже сейчас собрать. Собираем. И изучим Хельгу. Все, это очень важно, ребят. Это очень важно для того, чтобы мы с вами могли делать побольше всяких юнитов. Так, давайте молнией сразу ударим. Так, здесь вниз, наверное, пойдем. Давайте парочку берсерков также создадим. Пока могу только одного. Блин, золота очень мало, если честно. Очень мало. Хельгу смогу создать. Давайте на Хельгу, наверное, накопим. И мне бы хотелось открыть... Во, отхил. Отхил, это тоже очень важно. Так, добьет, нет? Все, добил. Этого отхилим. Хельгу пока создать все еще не могу. Блин, как же долго копится это золото. Супер долго. Просто супер долго. Так, сюда молния. Отлично. Это у нас уже хорошее начало. И давайте... Блин, не знаю. Давайте создадим тогда побольше сейчас просто юнитов. Хотя бы обычных. Хилочка. Хорошо. Блин, все равно, видите, мы понемножечку проигрываем, потому что у них юниты... Ну, их больше. Их пока просто банально больше. Так, все. Отлично. Можно создать Хельгу. Отлично. Это очень хорошо. Тем более, что в обороне у нас сейчас все намного лучше. Потому что у нас здесь и башенка есть. Да и, в принципе, все довольно уверенно чувствует себя. Так, Хельга идет. Все. А сейчас мы с вами размотаем, я так думаю. Давай, давай, давай. Иди дальше. Иди дальше. Не парься. Так, мне бы хотелось, может быть, еще башню манны бы сделать. Но она тоже стоит 180 целых. Поэтому пока не могу. Пока что не могу. Пока тратим все сюда. Блин, Хельга, конечно, очень медленная. Но ничего не поделаешь. Нужно идти дальше. Кстати, снизу башню... Ага, все. Вот она сейчас уже забирает. Так, давайте тогда наверх пойдем. Жаль, что их нельзя остановить, ребят. Потому что сейчас они... Так, что такое? Готовься, рыжий бород. Зима уже здесь. Обалдеть. А ну, мы на эту линию-то все равно не идем. Поэтому нам, в общем-то, все равно. Так, давайте побольше этих берсерков сделаем. Поехали. Вот это я понимаю. Вот это мне нравится. Тут, конечно, у нас парочка сразу отъедет. Но ничего страшного. Зато у нас все в остальном идет просто замечательно. Блин. Не очень удобно, конечно, пока что. Но я думаю, что мы должны сейчас сломать вот именно эту башню, ребят. Для нас это, наверное, сейчас основное. Так, а я могу? Да, давай ускорим. Все. Отлично. Башня сломана. Тут мы тоже с вами потихонечку сейчас будем зачищать. Ха, все равно эта башня была дурацкой. Но ничего. У меня готовится еще один сюрприз. Так, черноборот. Завязываю уже со своими сюрпризами. Вообще не до этого. Так. Отлично. Мы с вами сделали буст на скорость. Вы, кажется, замерзли. Давайте-ка я вас согрею. Пускайте бочки. Так, что за бочки? Главное, чтобы... Так, давайте я попробую сбор сделать сейчас. Есть. Охранную башню попробуем тоже поставить, если получится. И здесь. Так, мне надо будет сейчас забустить скорость. Смогу? Нет. Нет, пока не могу. Так, давай-давай-давай-давай-давай. Забудь скорость, пожалуйста. Блин, надо ее отхилить еще желательно. Ооо, еще и зима началась. Зима близко, ребят. Зима близко. Слушайте, а уровни-то стали сложнее. Нас заморозили просто еще и... Обалдеть. Блин, а как мне здесь победить-то? Слушайте, мне кажется, что тут уже все намного сложнее. Не упустите башенки из ресурсов. Они могут мгновенно... О, реально, я не обратил внимания. Обогатить нас. Так, здесь я думаю, что у нас уже бессмысленно что-то делать. Тут я пойду, наверное, через низ. Блин, давай-давай-добивай-добивай-добивай-добивай-добивай. Капец. Что-то как-то, ребят, вообще хардово все стало. Ладно, надо накопить на Хельгу снова, потому что у нас это все-таки основной. Да, уж мне так быстро башню сломают, по ходу дела. Хельгу запускаем. Я даже не знаю. Мне кажется, что тут надо пойти немножко другой стратегии, ребят. Мне кажется, здесь надо пойти другой стратегии. Мы сейчас запустили Хельгу, да? Вот сейчас мы дойдем до этой башни и скопим здесь войска. Я думаю, что мы так и сделаем. Блин, это на самом деле не так-то просто. Так, он заморозил. Все, у меня тут все замораживаются. Очень жаль, что я реально не могу остановить моего воина. Ладно, эти пускай уже идут куда угодно. Это вообще не важно. Так. Стой, 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 Хельга, стой. Все, мы здесь останавливаемся. Здесь мы будем собирать наши войска. Нам пока что нужно побольше золота накопить. И сейчас мы с вами устроим. Так, сюда хил. Блин, не на того нажал. Ай, ну блин. Так, ладно, давайте попробуем здесь хотя бы немножечко задамажить. Хоть какой-то вред мы ему нанесем. И поехали. Поехали. Сюда, сюда. Побольше всех того только можно. И тут, ребят, мы сейчас запустим. Все, погнали. Хельга идет в бой и идут все мои войска тоже в бой. Так, хил. Хоть какой-то. Хоть какой-то хил. Мы его лишили очень сильно золота притока. То есть для нас вообще, мне кажется, что мы сейчас затащим, ребят. Есть ощущение, что мы сейчас затащим. Хельга идет. Идут войны, причем в огромном количестве. Смотрите, сколько их уже. Ну, мне кажется, все шансы есть. Даже несмотря на его заморозки. Несмотря на все эти его заклинания гадскую магию. Я думаю, что мы сейчас вообще спокойно побегим. Так, все. Ну, мне кажется, что у него уже шансов нет. Наши даже основные войска могут не добираться. Мы просто спокойно победили. Но было непросто, скажем так. Было рили непросто. Моя лодка. Ты за это заплачешь, рыжеборот. Теперь ходи и оглядывайся. Я сваливаю. Славная битва. Давайте отметим победу порции шаурмы в ларьке. Что скажете, ребята? Может, дождемся Арни? Он все еще на пути к дедуле. Чтобы передать лампу. Не, он вернется. Как всегда, вперед к потрепанному ларьку безумной шаурмы. У-аля. Так, значит, здесь реально есть шаурма. Ладно, ладно, ребят. Шаурма здесь реально есть. Я почему-то думал, что это просто совпадение. Но нет. Так, что у нас теперь, ребят? А, мы, смотрите, реально идем к шаурме по ходу дела. Так. Задать трепку чернообороду мы с вами выиграли. И в следующий раз мы с вами в буфет. Ну-ка, а что в буфете-то? Ю-ху! Лучшая в мире вечеринка. Вечеринка с шаурмой после победы над чернообородом. Бойцы вот-вот нагрянут ларек аль буфета. А я уже почти чую этот дымный аромат. Что это за запах? Так, что-то я не понял. Что произошло? Ну-ка. Смотрите, наши бойцы пришли. Мы уже на месте. Я есть хочу. Но что это за мерзкая вонь? Вряд ли это съедобно. Ларек с шаурмой аль буфета дальше по улице. Только я вижу этих странных тварей на дороге. Демоны, ребят. Демоны. Ты тоже их видишь? Я уже было решил, что это у меня после того лютого абсента ярла страннооборода. Эти твари воняют. Рыжебород? Помогите! Эти демоны меня окружили. Шаурма за мой счет, если поможете от них избавиться. Ладно, ребят. Бесплатная шаурма, конечно, поможем. Прекрасно. А я вам помогу с заклинаниями полиморфа. Оно превращает врага в безобидную пушистую овечку. Окей, окей. Так, давайте тогда сразу начнем с того, что превращаем всех в овечек. Слушайте, ну у нас, кстати, теперь огр... Ой-ой-ой. Ага. То есть это... Блин, это работает ограниченное количество времени. О-о-о, мамочка, я хочу домой, кричит берсерк. Так, давайте. Прекратили. Есть. Слушайте, ну с этим заклинанием мы реально должны затащить. То есть главное вовремя его использовать. Один берсерк, конечно, уже отъехал, но ничего страшного. От этих демонов до бронюшди. Вам пригодится заклинание прыжок тигра. Ваш боец. Ага. Вот, это тот как раз, ээ... Та штука. Так, давайте. Раз. Два. Готово. Блин, нормально мы ворвались, так согласитесь. Неплохо получилось. Так, держать, почти добрались. Все, хорошо, хорошо, хорошо. Давайте мы этого превратим тоже, чтобы точно все уже наши, кроме одного берсерка, добрались. И мы с вами дошли до Аля, который готовит шаурму. Ребят, кто любит шаурму, пишите в комментариях. Интересно, сколько наберется людей. Я против шаурмы ничего не имею. Отлично у вас получилось. Увы, я пока не могу подать вам шаурму, потому что мы их уец украли. Охрана сейчас ловит этого овцикрада. Ну, из-за демонов их донесения до меня не доходили. Не волнуйся, Аль. С демонами мы разберемся. А потом и твых овец найдем. Так, отлично. Если хотите остановить чудовищ, надо разрушить порталы. А главное, мне нужен ящик с припасами. Без них не получится создать новых бойцов. Так, уничтожь порталы и добыть ящики. Погнали. Мои ослики поработают на золотом руднике. Хорошо. Так, а я почему-то думал, что здесь вообще-то... 180, все закрыто, кстати. Я почему-то думал, что это будет маленькое задание. Это прям полноценная миссия, ребят. Так, давайте мы... Раз. Два. Готово. В принципе, неплохо. Так, давайте мы сразу осликов еще создадим, чтобы они золото нам копили. Так, хилки у меня пока нет. Ничего нет. Открыть я пока ничего тоже не могу. В разделе как играть... Так, вот, все понятно. Это все не нужно нам сейчас. Раз. Два. Готово. И больше этих. Так, а я могу как-то собрать? Да, могу. Все, погнали вперед, ребят. Кстати, тут очень много врагов, надо заметить. Реально очень много. Но я надеюсь, что мы с вами справимся. Неплохо получается пока что. Реально неплохо. Я доволен. Так, побольше осликов сделали. Максимальное количество. И... Блин, открыть-то я могу хоть кого-то. Вообще пока никого не могу. Ладно, ладно. Пока просто ждем. Пока просто ждем. Я превращу одного в овечку, потому что что-то их слишком много пока что. На данный момент. Давайте попробуем хотя бы портал уничтожить. Нам сейчас это очень нужно. Блин, а почему я не могу ничего открыть? Вот почему... У меня золота-то уже хватает вроде. О! Че? О, нет, демоны восстановили портал. Наш ослик в опасности. Во имя Тора, что же делать? Ледяной мьёльнир. Ребят, у нас новый с вами есть. Так, а я открыть его не могу? Да, не могу, но могу использовать. Спасибо, Тор. Только чем мне это помогло? Ослика-то он все равно дамажит. Ну, хотя портал тоже дамажится. Все, окей. Окей, гоблин идет дальше. У меня, к сожалению, нет манны, чтобы хоть что-то использовать. Все мои... Так, что тут можно? Задача выполнена. Хорошо, припасы у нас. Меню улучшения теперь должно работать. Все, погнали. Погнали. Шамширмен. Быстро-универсальный боец-рукопашник. Как раз, ребят, это по ходу дела. Мы сейчас играем за персов. Судя по всему. Так, мы можем метателя топора также создать. И даже не знаю. Давайте побольше шамширменов и метателей топора. То есть побольше всего, что можно. И вот так мы еще сделаем дополнительно, чтобы точно затащить. Так, хорошо. Здесь давайте сразу превратим его в овечку. И идем вперед. Слушайте, ну в принципе получается неплохо. В принципе. То есть мы теперь осваиваем еще из-за персов игру. То есть нам нужно одновременно научиться играть из-за персов, из-за викингов. Прикольно, кстати, что здесь все это комбинируется. Мне это, в общем-то, нравится даже, если честно. Так, 200 монет у меня пока что нет. Просто идем вперед. Кстати, а что они исцеляются, если не сражаются? Понял, понял. Я не сразу просто врубился, что это такое. Так, давайте побольше их соберем. Потому что у нас уже с вами неплохая, в принципе. Кстати, смотрите, он тут так и остался. Интересно, интересно. В любом случае, я пока не буду никого... Кстати, С... А, это чтобы с это собрать. Я не буду пока что, ребят, собирать, наверное, еще больше войска. Потому что хочу, чтобы сначала это войско свое отработало. Так, в принципе, метатели топора у меня все еще в деле. Они все еще работают. Я могу сделать... Кстати, за 180 ничего купить не могу. Могу только купить отхил. Отхил нам пригодится. Потому что здесь, видите, уже с этим проблемы. Блин, да сколько же? Офигеть. Ну, ладно, еще, наверное, два, наверное, портала. Где-то так. Погнали. Погнали. Я даже не знаю, кого мне еще создать. Давайте мы... Сколько у меня золота? 624. Давайте создадим еще. Подкрепление призовем. Все. Хорошо. Причем, что очень плохо, что... Блин, у меня нет заклинаний. Я не смог превратить в овечку. К сожалению, из-за этого вот только сейчас смогу теперь. Ладно, погнали, попробуем, ребят. Погнали, попробуем. Я создаю подкрепление просто постоянно. Давайте еще здесь сбор создадим. В принципе, мы можем затащить, мне так кажется. В принципе, можем. Давайте отхил сразу. Хорошо. И мы сейчас... А, блин, вот надо было сохранить для... Ну, он взорвется сейчас, конечно. Так что, в принципе, не важно. Но надо было лучше сохранить, наверное, овечку. Ладно, погнали. Пока просто идем вперед, ребят. Пока просто идем вперед. Просто нон-стоп продолжаем. У меня манны вообще не хватает. Вот в чем основная проблема. Блин, это очень плохо. Это очень плохо, что не хватает манды. Ладно. Давайте мы сейчас сломаем еще один портал. А дальше, я так понимаю, что... Ну, я не знаю. А будет еще какие-то порталы или еще что-то? Или что нам нужно сделать-то дальше? Тут взрыв, понятно. Тут невозможно было никак это избежать. А вот сейчас будет возможно, ребят. Сейчас я попытаюсь засейвиться от взрыва, используя полимор. Так, давайте. У нас постоянно идет подкрепление, видите? То есть постоянно идет... Так, сейчас аккуратненько. Аккуратненько. Давай. А, может даже и не понадобится? Блин, да что ж такое-то? Я думал, они его добьют. Ну, это вообще... Это вообще было очень неудачно. Ладно, давайте тогда на следующем используем. Вот на этом. Так, вперед. Вперед. Сейчас он покатится. И есть. Получилось. Блин, классно сработано. Сработано рели классно. Но можно было даже накопить на ледяной вёльнир, я так думаю. Но мне кажется, что и так хорошо. Так, этого добили. Подкрепление у нас потихонечку продолжается. В общем-то нормально. Кстати, мы сейчас еще полиморф сможем использовать. Очень даже вовремя. Так, сейчас он покатится. Главное вовремя использовать. Так, катится, 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 катится. Использовали. Все, идеально. Ну, ребят, я думаю, что мы сейчас спокойно добьем этот портал. И можно будет продолжать кушать шаурму. Почему бы и нет? Это последний портал. На этом все и закончится. Ееее. Главное, чтобы не появился сейчас внезапно какой-нибудь босс. Вот это будет не очень хорошо. Так. Ну. Добили. Кранты порталом. Больше никаких чудовищ. Спасибо за помощь, разоборот. В любое время, аль буфет. Так что ты там говорил о вечеринке с шаурмой? Я б с удовольствием. Но ведь у меня украли овец. Жарить просто нечего. Босс, босс. Мы нашли украденных овец. Они в гольф-клубе Поля Валькирии. Так. Мы сейчас что, в гольф-клуб пойдем? Поля Валькирии. Там живет дедуля. Но он же не мог их украсть. Я пойду с вами. Хочу во всем лично разобраться. Заодно спрошу его о той лампе, которую мы ему передали. Но как нам туда добраться? Ха-ха. Об этом, мой друг. Не беспокойся. Этот ларек не только отлично шаурму делать умеет. О-хо-хо-хо. Офигеть. Блин. Нифига себе. Робот какой-то тренок. Ну, ребят. Я думаю, что на сегодня, пожалуй, все. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Если видео понравилось, обязательно ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик. А то Ютуб в последнее время редко видео оповещает как бы. Ну, а с вами был Чунацкий. Всех люблю, всех обнимаю. До скорой встречи, дорогие друзья. И пока-пока. Пока-пока.